Брещанка Светлана Козил живет в социальной квартире уже два года. Эта милая женщина в свои 73 года ведет активный образ жизни, много шутит и смеется. Все потому, что несколько лет назад она твердо для себя решила жить по принципу «всюду, где можно жить, можно жить хорошо». Лет 10 назад я так подумала. Если я не буду оптимисткой, то я не проживу много. И вот у меня все хорошо, у меня все прекрасно, хотя, может, бывает, все бывает, правильно? Так что вот я стала оптимисткой, я радуюсь, в душе прямо какая-то у меня, ну не знаю, понимаете? Хочется жить. Встаю и пошла. То-то-то я не сижу без дела. У нее много подруг, которые ежедневно звонят и часто заходят в гости, ведь им есть о чем поговорить. Но кроме них Светлана Васильевна два раза в неделю посещает социальные работники, помогает ей во всем, начиная от покупки необходимых продуктов до помощи в уборке квартиры. «В понедельник, четверг я приношу обязательные продукты, которые она заказывает. Если надо, в аптеку сходить, купить лекарства, то же самое приношу. Что я еще делаю? Делаю упорочку ей. То есть, пылесошу полы, мою полы, чищу ванную, умывальник, выношу мусор, протираю пыль. Ну и если еще какие-то дополнительные там работы, вот, делаю». Кроме того, что людям пожилого возраста оказывают необходимую помощь на дому, у пенсионеров есть возможность выйти из своих квартир и заниматься любимым делом за пределами дома. Сотрудники территориального центра Московского района организовывают для них разнообразный досуг, помогая им не только найти новые увлечения и хобби, но и новых друзей. В территориальном центре социального обслуживания населения Московского района города Бреста в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста функционирует 5 клубов и 10 кружков по различным направлениям. В наше отделение могут обращаться граждане пожилого возраста, достигшие 60 лет, не работающие, зарегистрированные по Московскому району. Только в Московском районе города Бреста численность граждан, достигших пенсионного возраста, составляет 42 931 человек, а это немалая цифра. Именно поэтому им отводится особое внимание. Ежегодно специалистами территориального центра проводится обследование материально-бытовых условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста с целью дополнительной социальной поддержки.